Святитель Ильям Флатауст избрали беседы о повседневных вопросах христианской жизни. Беседа на послании к Ефесянам о гневе и вражде. Если кто любит впадать в страсть гнева, тому апостол предлагает врачество. Гневайся, говорит, но не согрешайте. Ненадолгое время солнца да не зайдет во гневе вашим. Ефесянам 4, 26. Ты не можешь удерживаться от гнева. Гневайся час, два, три, но не зайдет солнце, оставив нас врагами. Оно по благости Божьей взошло, да не зайдет же, сиявши на недостойных. Ибо если Господь послал его по многость своей благости и сам оставил тебе согрешения, а ты не оставляешь их по своему, их своему ближнему, то размысли, какое в этом зло? Притом от него может происходить и другое зло. Апостол опасается, чтобы ночь, захватившую в уединении человека, потерпевшего обиду и еще пламенеющего гневом, не разожгла всего огня еще более. Днем, пока еще многое раздражает тебя, тебе позволительно дать в себе место гневу. Но когда наступает вечер, примирись и погаси возникшее зло. Если ночь застанет тебя во гневе, то следующего дня уже недовольна будет для погашения зла, которое может возрасти в тебе в продолжении сей ночи. Если даже большую часть его ты уничтожишь, то не в состоянии будешь уничтожить всего. И в следующую ночь дашь возможность более усилиться оставшемуся злу. Как солнце, если дневной теплоты его недовольно бывает для осушения и очищения воздуха, наполнившегося облаками и испарениями в продолжении ночи. Дает этим повод быть грозе, когда ночь, захватившая остаток этих паров, прибавляет к ним еще новые испарения, тогда точно бывает и в гневе. Да не дадвайте, говорит апостол, вместо дьяволу. Итак, враждовать друг против друга, значит давать вместо дьяволу. Ибо тогда, как должно нам соединиться вместе и восстать против него, мы, оставивши вражду против него, позволяем себе обратиться друг на друга. Подлинно, ничто так не способствует дьяволу находить место среди нас, как вражда. И сколько зол рождается отсюда. Как камни, до тех пор, пока они плотно сбиты и не имеют пустоты, трудно разламываться. Коль же скоро окажется в них скважина, хотя бы такая малая, как острие иглы. Или сделается трещина, в которую можно лишь протеть один волос. Распадаются и разрушаются. Так и при нападениях дьявола. Пока мы будем тесно соединены и сближены между собой, тогда он не может ввести ни одного из нас, ни одного из своих наветов. Но когда, хотя немного, он разделит нас, тогда вторгается к нам, подобно бурной волне. Везде ему нужно только начало. Это для него самое трудное. Когда же начало сделано, тогда он уже сам собой все подвигает вперед. Так лишь только он открыл твой слух для клеветы и лжицы, уже приобретая твое доверие. Ибо руководствуется своей ненавистью, осуждающую, а не истинную, правосудящую. Ибо как во время дружбы, даже справедливым, нехорошим слухам не хочется верить. Так при вражде, напротив и ложные слухи принимаются за истину. Другой тогда бывает у нас ум, другое судилище. Выслушивающим не с равнодушием, но с пристрастием и предубеждением. Как положенный на весы свинец все перетягивает. Так и тягчайшая свинца тяжесть вражды. Посему прошу вас, будем всячески стараться о том, чтобы нам до захождения солнца погашать свои вражды. Ибо когда ты не обуздывал свои вражды в первый и в последующий день, то часто продолжал ее целый год. И наконец она собою усилилась так, что уже не нуждалась ни в чьем возбуждении. Она заставляет слова, которые говорятся в одном смысле, принимать в другом. Заставляет подозревать движение и все, что не есть, перетолковывать в худую сторону. И тем ожесточает и раздражает человека, делая его хуже бесноватых. Так, что он не хочет ни назвать, ни слышать имени того, против кого враждует. Но всегда называет его бранными словами. Как же мы смягчим свой гнев? Как погасить этот пламень? Если помыслим о своих собственных грехах и о том, сколь мы виноваты пред Богом, если помыслим, что мы им мстим не врагу, но самим себе, если помыслим, что враждою мы доставляем радость дьяволу, этому врагу, этому истинному врагу нашему, ради которого мы наносим обиды своему ближнему, ты не можешь запамятствовать, не враждовать, будь врагом, но враждуй против дьявола, а не против своего ближнего. Для того и дал нам Бог вооружить гнев, чтобы мы не собственные тела поражали мечом, но чтобы вонзали его все острие в грудь дьявола, везли туда свой меч по самую рукоять, если хочешь вдави и рукоять, и не извлекай его никогда оттуда, напротив, вонзи туда еще и другой меч. А это произойдет тогда, когда мы будем щадить друг друга, когда будем миролюбиво расположены друг к другу. Пусть я лишусь денег, пусть я погублю свою славу и честь, но мой член всегда для меня дороже. Аминь.